Известный американский певец и актер Поль Робсон был лауреатом Сталинской премии за укрепление мира между народами. Возможно, именно поэтому он был внесен в черные списки Голливуда и получил запрет на выезд из США вплоть до 1958 года. Сразу после снятия этого запрета певец вместе с супругой отправился в Советский Союз и ровно 57 лет назад сделал прививку на этом тогда еще совсем молодом дереве дружбы. Впрочем, когда Поль Робсон ехал на экскурсию в сад-музей, он и не предполагал, что оставит в Сочи свой зеленый автограф. Сделать прививку на дереве дружбы ему предложил основатель сада-музея Федор Михайлович Зорин. Поль Робсон сразу согласился, но сразу и признался, что никогда в руках не держал прививочного ножа, прививать не умеет. Зорин помогал ему как мог. И чтобы он не смог порезаться, Зорин даже подставил пальчик, когда Поль Робсон срезал почку. И все получилось. И, конечно, когда Поль Робсон взглянул на Зорина в этот момент, он, конечно, понял, что хотел этим сделать Зорин, уберечь его от пореза. Ветка Робсона прижилась и по сей день активно плодоносит, как и сотни других веток. Авторами прививок за 81 год существования дерева дружбы стали около 600 человек из 167 стран мира. Среди них немало известных актеров и музыкантов. В саду-музее появилось даже отдельное дерево искусств. На нем прививки делали Елена Образцова, Борис Штоколов, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и многие другие. Это дерево пользуется особой популярностью у туристов, ведь нигде в мире больше нельзя увидеть и прикоснуться к живым автографам знаменитостей. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова